Меня зовут Валентина, мою дочь зовут Амина. Ей было год и три месяца. Мы начали замечать изменения в её поведении, так как до года и трёх месяцев она вела себя достаточно нормально и адекватно. Она все месяцы сказала «папа», вот она пошла. То есть она вела себя как обычный ребёнок. И мама там «я ам-ам» и «на горшок». То есть всё адекватно было. После года и трёх месяцев она перестала нас встречать у двери, обращать на нас внимание, слышать нас перестала. Начала бояться животных очень сильно. Она до этого любила животных, собак, кошек. И мы таким образом начали замечать, что с ребёнком что-то не то. Мы пошли к нам у нас в Одессе в областную больницу. И по разным другим больницам мы ходили. Нам поставили диагноз, что у нас задержка психоречивого развития, пирамидальная недостаточность и мышечный гипертонус. Ну и так дальше, короче, целый букет. Мы проходили лечение. Нам назначили препараты разные, уколы. Мы лечились, ходили к логопедам, ходили на разные занятия дополнительные. К неврологу, к психиатру ходили. Ну, то есть как бы особо изменений не было, как бы. И ухудшений, как бы, ну, всё на одном этапе держалось. Мы во многих местах бывали, в разных клиниках, принимали разные препараты. Особо никаких изменений не было. Мы узнали от знакомых, которые уже здесь бывали у Давида. И у них очень хорошие результаты были. Вот. И мы решили попробовать. Я зашла на сайт, почитала о специалистах, послушала видеозаписи. И меня это привлекло. Комментарии почитала. И я решила обратиться в центр, к Давиду, собственно. Мы приехали чисто спонтанно, просто на консультации, даже не предупредив Давида. И он нас встретил с распростёрнутыми объятиями и оставил нас на лечение. Мы были с семьёй, ну, я, муж и ребёнок. Мы приехали просто, думали, ну, поедем, проконсультируемся. По видеосвязи одно, а вот уже вживую увидеться, увидеть центр, людей, то есть деток, которые вот здесь. Когда я зашла именно в центр, то меня удивила очень сама атмосфера. Здесь очень спокойно, как у себя дома. Очень хорошо. Изначально была ещё пока немножко растерянность какая-то вот такая. Потом уже мы находились какое-то время здесь в центре. Мы прошли специалистов некоторых, пообщались с Давидом, с Йосефой, услышали их, так скажем, вердикт. И не просто принял на консультацию, а ставил нас на лечение. Зажали лицачку смеха. Да, всё, всё отлично. Тебе понравилось? Да, да, да. Всё? Потом всё, увидели и кастры. Вот с тобой, вот так вот, вот. А теперь второй ногой, чтобы она... Раз, и она туда падает. Она тогда переставит ходить на носочках, на одну ногу. Вот прыгай на одной, на одной прыгай. Прыгай на одной ногой. Мы, когда приехали сюда, ребёнок ходил в основном на носочки. Она на полной стопе ходила очень редко. А здесь, вот за сколько мы... Месяц уже прошёл, как мы здесь, ребёнок начал ходить на полной стопе. Теперь она очень редко становится на носочек. Она больше ходит на полной стопе. Не больше, а в основном она ходит на полной стопе. Она стала спокойнее. Усидчивость появилась. То есть с ней можно сесть поработать, порисовать что-то, чем-то её занять. Она стала более любопытная. Она стала подражать мне. То есть повторять за мной то, что я делаю. Есть и есть. Улучшения есть. Так, ты, пожалуйста, ложись, а я буду тебе рассказывать, что я делаю. Хорошо? Мы сейчас с тобой делаем массаж для активации периферической нервной системы, которая в нашем случае, в случае с этим ребёнком, работает несимметрично. Если такая нервная система работает несимметрично, то мы получаем разные нарушения чувствительности, проводимости к органам, системам, в том числе и головному мозгу. Позанимаемся работой головного мозга. Эти точки могут немножко успокоить, расслабить и заставить человека сосредоточиться. Мы уже делаем не первый массаж девочки. Девочка уже знает, чем мы занимаемся. И видна существенная динамика. Если в первый раз на приёме, когда первый раз я её видела, у неё была асимметрия мышечная, и асимметрия была кожной чувствительности, и асимметрия была реакции как на ногах, так и на руках, то сейчас, конечно, это уже приятный, ровный, правильно реагирующий на активацию точек человечек. Иногда она сама, когда чувствует, что... Ну, вот я касаюсь какой-то точки, это касается её... Повернись, пожалуйста, на спинку. На спинку повернись, пожалуйста. Поворачивайся, Амин. Повернись, пожалуйста, на спинку. Молодец. Ну-ка, давай-ка мы с тобой с лобиком с твоим поработаем. Давай. Иногда она сама берёт мой палец и прижимает его к какой-то определённой точке и держит его то время, на которое она чувствует, что ей наступает какое-то расслабление или облегчение. Вот. Эти же точечки массажные могут родители делать сами. Не все, но какие-то перед отъездом я обычно показываю, где родители не ошибутся и могут периодически массировать. Это чаще всего стопа или кисть руки. И в каких-то ситуациях, когда, например, ребенок волнуется, или предстоит какой-то переезд, или какое-то другое волнительное мероприятие, можно помассировать какие-то определенные точки. Вот здесь у ребенка, например, печень была такая спящая, не работающая. Сейчас уже, конечно, я чувствую, что печень работает очень хорошо. И она дает мне ее коснуться прямо глубоко. Вот, ну давай, так. Вот она прижимает обычно мою руку и держит ее пока. Сейчас, видимо, стесняется. Обычно она жмет вот так, знаете, вот так вот на ноготь мне. Может, меньше успокоится. Ну, уже, да, она уже, конечно, она уже сейчас не сравнит то, что было, когда она приехала. Ребенок изначально, она себя вела, ну, так, скажем, не особо спокойно. Потом с каждым приемом она уже начала себя вести очень даже хорошо. Ей говорят, переворачивайся, она переворачивается, опусти руки, опускает. А изначально это был постоянный лепет такой что-то, она постоянно болтала. Ну, неугомонная была. А потом она начала постепенно привыкать, начала слушаться. Помолчи, молчит, повернись, поворачивается. Ставит руки свои, вот, у Римы, у Давида, ставит руки их, куда ей нужно, чтобы с ней поработали. На голову, на живот. То есть она вот как-то это сама все прочувствует. И она после вот таких занятий, вот, лечения, она становится с каждым днем все спокойней. Более, вот, ей хочется внимания как-то, чтобы я с ней больше контактировала. Трусик, дочь? А ну, держись, держись, держись ручкой. Ножки на ширине плеч у меня. Я не знаю, что у этих людей есть, чем они обладают. Я не могу описать, вот, насколько у них... И откуда это оно? Это просто, не знаю, это чудо какое-то. Я не могу это описать. Умничка, молодец, Аминочка, молодец. Умничка. Я очень благодарна Иосефе и Давиду, что вот они есть такие, потому что таких специалистов, но я еще не встречала. На личном опыте у меня еще таких специалистов не было и не попадались. И до определенного времени я и не знала, что есть такие специалисты. У нас постоянно было вот таблетки, препараты, какие-то вот такие вот лечения. А тут, оказывается, ну, происходят чудеса. И это, я не знаю, это очень хорошие специалисты с огромной душой, с приветливой душой. И у них чудесные просто способности. Я таких людей, я вам еще раз повторюсь, я не встречала. Я им очень благодарна. Они помогли мне, помогли моему ребенку. И мы и дальше будем поддерживать связь с Давидом и с Иосефой, и с другими специалистами. Ну, когда есть результат, ты можешь сказать его, ты можешь показать этот результат. Но и тогда у человека появляется надежда. И он уже начинает мыслить по-другому, когда он, вот так, как у нас было. Ну, как бы, да, там я, ну, может, я бы услышала и не поверила. Но когда это было у наших знакомых, этот результат был, что, вот, да, они сказали, вот, ребенок заговорил, ребенок знает алфавит английский, может писать, пошел в обычную школу. Ну, это, меня как-то, вера очень большая появилась у меня. И вот мы начали идти, идти к этому. И если человек увидит собственными глазами, то есть, да, там, вот, по ребенку, каким он был до и каким он стал, то я думаю, что у этого родителя обязательно появится желание само приехать сюда. Я им хочу выразить очень большую благодарность. Они действительно помогают людям и деткам, и родителям тоже, в первую очередь, взять себя в руки и работать с такими детками. Они как-то вселяют надежду в родителей и помогают, как бы, сила духа появляется и уверенности.